Продолжение следует... Классического ралли и сегодня он будет здесь. Ради этого мы приехали. Ну, кстати, повезло еще, потому что от нашего города всего лишь там скольки, в ста километрах это место находится. То есть всего часик и мы здесь совсем недалеко. Себастьян Лёг приехал почти, почти в наш город. Чуть-чуть не доехал. Надеюсь его увидеть. Так, ну вот мы уже внутри здесь. Там, там вот наверх поднимется, там уже гонки идут. Здесь, видите, подготовительный. Вон мустанг обрисованный стоит. И вот я хочу вам показать, собственно, программку, что сегодня будет. Вот она на календарь 2015. Сегодня у нас 4 апреля. 4, 5, 6. Это у нас сейчас Куб Де Пак происходит. Бланк Пен Сприт Серис. Это так, чтобы знать, что за фигня. Пойдем посмотрим ближе на мустанг. Три дня это происходит. Не знаю, насколько мы все три дня сможем... Ух ты, полетел. Шустрый. Красавчик, конечно. Посмотрите на эту красоту. Здесь есть один большой, огромный выбор. Магазинчик такой с модельками. Цены, конечно, здесь на них больше гораздо. Но зато выбор просто дичайший. Я смотрю, я в них немножечко соображаю. Я смотрю, здесь и есть и довольно редкие экземпляры. Но, правда, цены у них там и 400, и 600 евро, и выше. Но выбор шикарный. Ну, вот для сравнения, норевые там по 40, по 35. Это, в принципе, дороговато. Я за 43-й масштаб говорю. Неовские, вот 68, 70. Ну, клевые машинки, конечно. Ну, вот на такую красоту тоже можно посмотреть. Формула Рено 2.0 2000 года. Это 2014 года. Слушайте, я так близко еще к формулам никогда не был. Ну, это, конечно, не формула 1, не самая навороченная штука. Но, тем не менее. Здесь даже движок открытый, можно посмотреть. Крутяк. Крутяк. Давайте попробуем заглянуть внутрь этого зверя. Какой руль классный. Ну да, вон он висит, руль отдельно. Педальки, ремни, ой, какая красота. Шик и блеск. Это у нас инино и кресп ездят. А еще инино. Сергей, кстати, русский. А может и... Да, да, два российских флага, два французских. Креспов и хиненотов Сергей. Прикольно. Вот, я так понимаю, трак российской команды. Арктик Энерджи. Там сбоку написано Midget Motorsport Russia. Я просто, ну, не знаю, не знаю. Как я уже говорил, я про ралли еще разбираюсь. А вот в этом режиме совсем не разбираюсь. Ну, название страны вижу и флаг вижу. Вот такой у них трак. Довольно красивый. Довольно дорого смотрится. Я бы на таком за хлебом ездил. Здесь у нас шиномонтажка какая-то, что-то в этом духе. Смотрите, как быстренько тут, опа. Накачали, опа, поменяли. Красиво. А вон Skyline стоит новый, кстати, в уголке. Хороший. Там только что Ferrari с Porsche стояло. Но они мне не так нравятся. Skyline, да, Skyline уже поинтереснее. Кто-то и в обычной жизни любит ездить на спортивных дорогих тачках. Но я все хожу вокруг, хожу, ищу кого-нибудь, кого можно здесь найти. Может быть, кого-нибудь найдем. Кстати, да, здесь такие автоматы прикольные есть, с имитацией движения. Забавно, я бы на таком прокатился. Не знаю, сколько он стоит, попозже, может, спросим. Выбирайте, покупайте, какая вам больше нравится. Все одинаковые, только расцветки разные. Кстати, поближе на резину посмотреть. Ох, какая резина классная. Так, ну вот мы, в общем-то, поднялись уже на сам трек хоть посмотрим. Но его не так уж хорошо здесь видно, но все же. Там вот safety car носится, самолеты какие-то, все, кому не лень. Музыка, правда, это меня смущает. Как всегда, YouTube медикаться будет. Ну, вот видите, вот такой вот трек. Вот тут они будут проезжать. Наверное. Но горо. Мы, кстати, во Франции, если вдруг кто смотрит первый раз, попал на этот ролик и попал на наш канал, то это Франция. А то я все говорю. Но горо. Но горо. А что за страна, не говорю. Смотри. Артур. Вон, смотри, сейчас машина будет ехать желтая сюда, с флагом французским. Сейчас отсюда выедет, смотри. Это машина безопасности называется. Вот она. Давайте хоть на safety-карку посмотрим, как она пронесется. У-ху. Смотри, даже кара этот. Лотус поехал. Даже шевик есть. Порш. Еще один шевик. Охренеть. Это мне нравится. Желтая. Выдевает. Так, хочу поближе снять. На эту камеру вообще все отдаляется очень сильно. Может хоть отсюда что-нибудь будет видно. Смотрим. Какой этот шевик красивый. Ой-ой-ой-ой-ой. Прямо тясечка. Так, ребятки, я тут по-моему кое-что интересное нашел. Посмотрите. BMW i8. Я так понимаю это вообще прототип какой-то. Я первый раз такое вижу. Ну, в реальности понятно. Я даже на картинках не припоминаю. Лялька. Вот, кстати, заезжают уже товарищи сюда. Андре Грамматико. Желтенький уже сломался. Блин, офигенно. Вот здесь. Думал просто Мустанг. Это Шелби оказывается. С Лос-Анджелесскими номерами. Шелби GT. Да, вот с этой стороны все самое основное. Самые блатные тачки. Здесь Bentley Motorsport. Так, я ищу знакомые имена. Там он немецкий, слышу голос. Хотя вроде Мустанг раскручивают. Или мне показалось. Ой, блин, красота, красота, конечно. Это все красота. Самое главное, чтобы Люба увидеть. А то будет все как-то не закончено. Attempt Racing McLaren. Ой, вон она стоит зеленая. Зверюга. Вот это да. Это, конечно, я там думал звери. Ну, в принципе, они звери. Смотря с чем сравнивать. Но вот это уже самые такие... Самые зверевые звери. Так. MRS GT Racing. Номера... Да... Да... Как это? Денмарк, короче. Дания. Вот. Здесь Great Britain номера. Паршака стоит. Тим Завод ТЭК. Так, 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 так. Тим Раша. Вот еще один GT Russia есть. GT Russian Team. На Мерседесах и СЛСах они ездят. На грузовик, кстати, тоже денмарский. Ха-ха. Ну, вот вам, пожалуйста. Рюзские. Ну, и грузовик такой весь в российских цветах. Ой, тоже лялечка, конечно, бельгийские номера. Какая-то же... Вот это тоже зверь. Хоть и не разрисованный, но, блин, ребята, это зверь. Честно говоря, в каком-то смысле даже лучше, чем те звери, которые мы там видели в начале. Так. Ну, нас тут по блату пустили на какую-то VIP-ложу. Смотрите, здесь самая красота. Вот. В чем главная фишка. То, что здесь можно внизу увидеть, как они выезжают. И, в общем-то, как пилоты будут усаживаться. Я думаю, это главная привилегия этой VIP-ложи. Ну, она как VIP. Просто здесь есть. Там, на улице, там дешевле стоит. А здесь... В общем, там 16 евро стоит. А здесь 30, по-моему, с чем-то. Ну, это да. Это интересное, конечно, место. Астон Мартин заезжает в Пит. Одвините, чуть-чуть. Паршачок приехал. Он отрезал что-то. Даниэль Укерман. Что же, сменились опять те модные машинки на вот эти вот, как я их называю, маквины с нарисованными фарами. И теперь они тут катаются. О, надевает гонщик Балаклава, наверное, сейчас подъедет сюда уже кто-то из его команды. Жаль, что для вас вот эти проезжающие так далеко, это сто процентов ничего не видно вам. Так, Алекс Госдон, Госдон. Опа, 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 осторожно. Чуть авария не произошла. Не, ну это нам так кажется, конечно. Они же вот эти с флажками стоят специально, чтобы следить, кто когда выезжает, заезжает. Вот они там желтые флешки поднимают. О, Макдональдс поехал. Смотрите, какой красивый зелененький Макдональдс. Вот он, подъехал. Не, не сюда, не наш клиент. Все, с шеренгой выстроились и погнали на трек. Вот он поближе тот Астон Мартин, который ездил на треке. Позырить можно. Безина такая чистейшая. А тут у нас, а тут Паршака. Кино снимает. Но, видимо... Кстати, здесь вот на продажу стоит Паршачок. Никому не надо? For sale. Наверняка недорого. У меня с собой, может, не хватит пару евро. А так бы взял. Вот они, наконец-то. Поближе хоть на них посмотрим. На комариков. Красопариков. Ой, какая лялька. Ёшкин кошкин. Люк Бран и Данкан Хюсман. А здесь Джель Билен и Марсель Нурен. Красота какая, блин. Такие корыто здоровые. Трактор просто. Так. Ну, они забодали, конечно, тут меняться. Каждые... Не знаю. Каждые 20 минут. Вот выехал. Новая порция выехала. Что это за режим? GT4. Я не знаю. В общем, я... Мало то, что я так плохо в них разбираюсь. Так еще и... Для меня, как я уже говорил, я хочу Лёва увидеть, найти. А где? Блин, надо было в интернете хотя бы посмотреть. По Бентли поехал. Внимательнее почитать. Посмотреть. Хотя бы знать, на чем он будет ездить и где его высматривать. Блин, и теперь с той VIP-зоны ушли. А теперь как раз сам... Ну, блин, у нас сложно понять. Там я нашел, только сейчас нашел программку. На стене там висело объявление, в которой было написано, когда, какие заезды. В четыре часа теперь следующие. Что-то в этом духе. Как они громко звучат. Блин, это просто звук этот. Аааа. Эх, в общем, незнание это вообще не сила, это такая бешеная слабость. В общем, только сейчас, когда уже потусили, я понял, что сегодня Лёба здесь нет. Ну, естественно. Естественно. Кто бы сомневался. Сегодня Лёба здесь нет. Якобы завтра он будет здесь тусить. И да, действительно, у него второй номер будет машина. Команда его называется Себастьян Лёб Тим. Так что, не знаю. Если завтра получится еще разок сюда приехать, тогда, может быть, завтра повезет. По пути назад остановились хлеба купить. И городок такой, я даже не знаю, как этот городок называется, но такой прикольный. Самое прикольное здесь вот это. Очень мне понравилось. Посмотрите, какая циркушка. Прямо, ну вот, если не замечать по краям современных разных там вывесок, прямо как будто перенесся в какой-то, не знаю, 16 век. Очень красиво смотрится. Там такие львы вверху небольшие. Классно, красиво.